2 ноября на Газпром-арене состоится матч 14 тура Мир РПЛ. После обидной потери очков на прошлой неделе во встрече с Локомотивом, сине-бело-голубые активно готовятся к новому противостоянию, чтобы как можно скорее вернуться к победной серии и первому месту в турнирной таблице чемпионата. На пути к этой цели «Зениту» предстоит сыграть с махачкалинским «Динамо» – новичками высшего дивизиона, которые уже успели привлечь внимание экспертов и простых болельщиков. Второе место – это не то, на что мы рассчитываем, не то место, на котором мы привыкли находиться, поэтому, конечно, все это лишь подстегнуло и повысило наш заряд на то, чтобы обязательно в предстоящем матче при наших болельщиках на родном стадионе обыграть соперника и, конечно же, приблизиться к тому месту, на которое мы рассчитываем. Это первое. Вопреки ожиданиям специалистов, которые еще перед началом сезона отправляли махачкалинцев в прямую зону вылета, «Динамо» по итогам почти половины турнира занимает 11 место в турнирной таблице, всего на пару очков отставая от первой восьмерки. Тотальная оборона с прогрессирующим от матча к матчу командным прессингом, по-спортивному агрессивный стиль, организованность, умение навязывать сопернику свою игру, а также весьма качественные переходы из обороны в атаку, приводящие к большому количеству стандартных положений – вот главные особенности нашего субботнего соперника. Конечно, это одна из менее знакомых команд сейчас премьер-лиги. Тем не менее, имеем представление, как играет эта команда и ее игра, результаты, достойное уважение. Команда пропустила с игры всего пять мячей за 13 туров. Это говорит о том, что нас ждет очень крепкий соперник, который умеет так обороняться, так и контратаковать. Если взглянуть на статистику нашего грядущего соперника, то особое внимание на себя обращает количество пропущенных мячей. Их у команды 11. Лучше по этому показателю идут только «Зенит», «Краснодар» и «ЦСКА», что еще раз показывает высокий уровень игры защитников махачкалинской команды. Также «Динамо» занимает первое место по количеству успешных выигранных единоборств в обороне и отборов. Помимо этого махачкалинцы входят в пятерку самых грубых коллективов, что отражается на количестве полученных желтых и красных карточек. Возглавляет «Динамо» 58-летний российский специалист Хасанби Биджиев. В 2013 году он работал вместе с Гусом Хидинком Ванжи, а в 2018-м вывел Курский авангард в финал Кубка России в качестве главного тренера. Среди других ярких и заметных людей, кто помогает махачкалинскому клубу добиться высоких результатов, Гаджи Гаджиев, президент клуба и известный в прошлом российский тренер, а также генеральный директор Шамиль Газизов. Лидером команды в текущем сезоне является 24-летний Гамит Агаларов. За 763 игровые минуты в матчах чемпионата и Кубка нападающий забил 6 мячей, отдал одну голевую передачу, создал 7 явных голевых моментов, а также заработал 11 штрафных ударов. Также стоит отметить игроков, которые хорошо знакомы петербургским болельщикам. Это воспитанники Газпром Академии Никита Гойла, Илья Кирш и Александр Сандрачук. Последний часто появлялся в составе «Динамо», однако из-за полученной в начале октября тяжелой травмы его участие в субботней игре исключено. Конечно, за всеми смотрим, следим, в зависимости от того, кто на контрактах, кто может помочь «Зениту» в перспективе. Этим ребятам уделяем больше внимания, за других просто переживаем, следим за их успехами. Поговорим и о новостях, которые произошли с сини-бело-голубыми за последнее время. Сразу шестеро игроков «Зенита» вошли в расширенные списки своих национальных команд на предстоящие тренировочные сборы. Евгений Латышонок, Вячеслав Караваев, Юрий Горшков и Андрей Мостовой готовы сыграть за сборную России в товарищеских встречах против Брунея и Сирии. Нуралы Алиб попал в расширенный состав сборной Казахстана Станислава Черчесова, которой предстоит провести две встречи группового этапа Лиги Наций против Австрии и Норвегии. Страхиня Иракович может помочь сборной Сербии в матчах против Швейцарии и Дании, которые также пройдут в рамках группового этапа Лиги Наций. Окончательные составы и решения главных тренеров будут объявлены позднее. 28 октября в семье Артура произошло радостное событие. Его жена Найра родила сына. Мальчику дали имя Бенисио. Сини-бело-голубые присоединяются к многочисленным поздравлениям и желают родителям и новорожденному крепкого здоровья и благополучия. Субботняя игра против махачкалинского Динамо может стать двухсотой для защитника сини-бело-голубых Дугласа Сантоса. Бразилец, недавно получивший российское гражданство, провел за Зенит больше матчей, чем за любой другой клуб в своей карьере. Дуглас присоединился к петербуржцам в 2019 году. И за это время он помог клубу завоевать множество национальных трофеев, заслужив доверие тренеров и партнеров по команде. Кроме того, Сантос провел уже 70 матчей в статусе капитана команды. И по этому показателю он занимает второе место среди всех футболистов Зенита из дальнего зарубежья. Уступая лишь Мигелю Данни, на счету которого 85 матчей с капитанской повязкой за сини-бело-голубых. Я очень счастлив, что такая цифра впереди. Я рад, что такое количество матчей уже провел в футболке Зенита. Этот клуб стал для меня родным, стал для меня домом с самого первого дня, что я нахожусь в Петербурге. И я очень надеюсь, что юбилейный матч я смогу отпраздновать, набрав три очка вместе с Зенитом. Предстоящий матч между Зенитом и Махачкалинским Динамо станет первым в истории противостояния этих команд. Верим, что он не только окажется победным для сини-бело-голубых, но еще и поможет нашей команде максимально близко подойти к первому месту в турнирной таблице. Начало игры в 18.00 по петербургскому времени. В рамках предматчевого фан-променада всех посетителей «Газпром-арены» ожидает выступление неподражаемой Ирины Нельсон и группы «Рефлекс». Легендарный танцевальный коллектив исполнит свои главные хиты, заряжая команду и болельщиков мощной энергией перед стартовым свистком. Помимо этого, в программе вечера традиционные розыгрыши ценных призов. Множество точек питания с блюдами из разных стран мира. Фотозоны, станции с аквагримом и многое другое. Ждем вас на стадионе!